Всем привет! А с ценой я угадал, когда делал недавно видео на тему того, что же это будет за G12 и какая у него будет цена. Вот в цену я попал, как раз я говорил про 55 баксов. Итак, да, ребята, выкатили предпродажу. Кстати, забыл узнать, честно, это только выкатили консьержем или всем разом. Но, вкратце, информация о этих тачках. Ориджин выкатила свои роверы. Смотрится, блин, круто. Я очень сильно надеюсь, что как только начнутся Fleet Fly, когда нам дадут доступ к разным тачкам, может, вот это тоже нам дадут погамать? Как думаете, а, ребят? Дадут нам вот эту машину? Может, это уже не концепт? Может, это уже готовая машина? Было бы, кстати, прям классно. Итак, три машины. Простая, боевая, ты глянь, какая туша, и спортивная, что у них есть. Давайте пробежимся. Обычная версия под названием G12. Просто у нее есть турелька, у нее есть два ящика, которые она может возить. Офигенные крылья, так называемый сокол. Посмотрите обзор на Tesla Model X. Именно X. Поймете, как бы, почему я вообще про это говорю? Потому что сходство, блин, прям, ну, очень сильное. Итак, управляемая турелька, два СЦУ. Как бы, по сути, все, все, что в этой машине есть. Блин, смотрится прям оригин, прям чувствуется прям люксовость, такая роскошь, все дела, очень прям классная. Итак, пушка крутится на все 360, удаленно она управляется, как бы, все классно. Переходим далее. G12-A. Боевая версия. У нее уже имеется более тяжелая броня. Уже интересно. У нее есть ракетомет, которым она кидает. Кстати, интересно, какой размер. Мне кажется, скорее всего, двойка, как на циклоне AA. И у нее плюс еще идут, как ее, контрмеры. И, кстати говоря, колеса типа тоже бронированные. Надо затестировать, да, сколько ракет надо там пострелять, чтобы кого-то убить. Там по колесам пострелять, по разным этим роверам и так далее. Но смотрится круто. И опять же, я очень сильно боюсь, что будет проблема такая же, как с циклоном AA. Циклон AA, если вдруг кто не знает, у него тоже есть две только ракеты. Вот. И плюс ЭМИ установка. Здесь же есть, по сути, только четыре ракеты. Проблема заключается в чем? Ты ракеты выстрелил, все. Твоя машина больше не нужна. Потому что дозаправить ее на данный момент в 3.9 никак нельзя. Надеюсь, когда-нибудь они это все-таки починят. Но опять же, у всех этих машин, в отличие от циклона, хорошая вещь в том, что машина закрытая. Вот. И там есть кислород. Как бы в циклоне такого нету. Нету. Прям, прям зверь прям смотрится. Ух. Котина. Я теперь хочу себе эту машину. Просто тупо внешний вид прям классно. Очень классно. Итак, переходим далее. Гоночная версия. У нее есть ЭМП. Едешь ты такой там на гоночках каких-нибудь и противника находишь. Такой, ну-ка у тебя нафиг. Ты его вырубаешь. Он там где-то стоит, там на обочине отдыхает. А ты топишь дальше. Прикольно. Прикольно. Реально прикольно. Мне прям подстаканники. Реально подстаканники. И планшет. Опять же вспоминаем Теслу. Да, вот прям совсем недавно говорил. Вот. Все просто. Люксово все дела. Опять же здесь уже нету турелей, ясно дело и так далее. Но повышенная скорее всего скорость будет. Очень интересно посмотреть на ее подвеску. На ее проходимость. Вот честно очень интересно. И заметьте, здесь красный цвет, желтый цвет, синий цвет. Опять же в 3.9.1 нам дают возможность перекраски своего транспорта. Поэтому здесь можно будет что-то прям классно себе забабахать. Прям вух. Я прям сейчас прям что-то это. У меня движуха прям. G12R гоночная версия называется. Классно. Итак, есть брошюрка. Дайте мы ее глянем. Может что-нибудь в брошюрке мы тут красивенько ее увидим. Картинки, картинки, картинки. Все те же самые картинки будут, да? Походу все те же самые. Просто когда были... Я читал брошюру по Аресу. Там были новые картинки, которые в превьюхе не было. Это прям тоже очень интересно было. А, есть смотри. Обычная версия. Легкая броня. 2 СЦУ. Турелька. С пушками первого размера. И максимальная скорость 50. Не приближает. Так, ладно. Пофигу, едем дальше. Простые колеса. Ее размер. Г-12А. Средняя броня. Ноли СЦУ. 8 ракет второго размера. Максимальная скорость 45. Уже. Вот. Также 2 сиденья. Вот. Бронированные колеса. Ну и их размер. И Г-12Р. Вообще без брони. Ну, щит-то хотя бы будет. Уже интересно. Ноли СЦУ. ЕМП девайс. 55 километров. Циклоны вроде тоже под 55 шпарят. Надо будет их друг другом поставить. Кто кого, короче, дернет. Также 2 места. Вот. Обычные колеса. И размерчик. Все. Это вся брошюрка. Итак, цены. 55 баксов за простую версию. За 55 гоночной версии. И за 60 боевая версия. Можно купить пакет. Тремя тачками. За 155 баксов. Все это за варбон. За реальные деньги. Я думаю, через несколько дней. Откроет возможность покупать. Может быть и за. Стор кредиты. Я думаю, на 5. Максимум на 10 баксов. Стор кредитами. Эта тачка будет дороже. Но опять же, я напомню. Варбонд версия. На данный момент это первый концепт. То есть, цена за реал будет с пожизненной страховкой. ЛТИ страховка. Ну, я же наделал самый простенький ангар. Когда это все перейдет в стор кредиты. Возможность. Либо вы сможете улучшить какой-то там свой дешевенький корабль. Ту же самый в Аврору. Вот в эту вот машинку. То страховка там будет 3-6 месяцев. И так далее. Вот так вот. Короче, тачки смотрятся прям бомба. Прям классно. Я другого от Origin, честно, не ожидал. Честно. Origin всегда прям VIP, люкс. Все дела. Все круто. И да. Вот оно. Вот оно. Реально, теперь хочу себе это взять. Я прекрасно понимаю, что эти тачки в игре будут стоить реально дешево. Правда, дешево. Но циги с скотиной могут красиво делать. Красивые концепты делают. Когда прям рука прям чешется. Вот купи. Купи меня. Купи. И да, ребята. Я еще раз напоминаю. Все такие машины можно будет приобрести. И за игровую валюту. Наземная техника всегда дешевая. Реально дешевая. Поэтому я бы не советовал вам покупать эти тачки за реал. Дождитесь, когда их можно будет купить в игре. Я думаю, через несколько патчей, скорее всего, их все-таки добавят в продажу за игровую валюту. Потому что за игровые реально дешево. За 55 баксов, за 60. Можно, опять же, если есть возможность. Если там желание позволяет. И все в таком же духе. Можно купить себе тот же самый Титан. Мне кажется, даже больше профита будет, чем от обычной колесной техники. Но тут, как говорится, у каждого своя правда. Что думаете вы по этим тачкам? Стоят они своих бабок? Реальных денег? Или не стоят? И вообще, нравится вам этот внешний вид? Не нравится? Что интересного? Ясное дело, если вдруг сейчас, внезапно, мы узнаем, что оно уже готово. Оно уже флайт рейди. Можно на них уже гонять. Это будет прям для меня прям классно. Я тащусь от наземной техники. Вот правда. Вот. Ну, либо когда-то там, может быть, вместе с рейнджером их нам все-таки выкатят. Ну, поживем-увидим. Ясное дело, чтобы быть в курсе новостей, не забывай поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы все мои видео и стримы не пропустить. Ну, и ясное дело, заходи в дискорд канал, потому что там идет бурное обсуждение. Вот. И тачки обсуждают, и корабли обсуждают. Ну, ясное дело, и помощь, и т.д. и т.п. Там все ты найдешь. Ну, что ж. Лайки, подписки. Увидимся на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok